привет с удовольствием слушаю пластинки которые вышли в 2022 году чуть было не сказал в 2002 ну это ничего вот одна из пластинок которые мне чрезвычайно понравились это известная многим группа воевод воевод из канады такая замечательная штука очень красиво совершенно идиотское оформление на мой взгляд придумал его барабанщик которого зовут ари мишель ленджерен вот такой плакат внутри даже мишель ленджерен нарисовал ну а художественных достоинствах этой работы я не буду говорить она настолько идиотская что даже приятно смотреть на нее так же как и на обложку пластинки воевод синхро анархия скромное яблочко такое достаточно ну яблоко с точки зрения художественные мне кажется значительно лучше чем плакат но это не главное а главное заключается в том что пластинка невероятно комфортная для меня во всяком случае она настолько комфортно что и можно слушать несколько раз подряд не устать она не надоест и она погружает в такую какую-то меня ностальгию потому что еще раз покажу пластиночку синг синхро анархи 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 несмотря на всю сложность музыки которая запредельна несмотря на техническое мастерство музыкантов которая запредельна она настолько погружает повторюсь в ностальгию меня что просто я вот нежусь от этой музыки и опять-таки повторюсь несмотря на то что это по мнением критиков по разным отзывам это трэш металл что-то такое еще спид металл трэш металл все что угодно нужно забыть об этих терминах вообще когда звучит этот альбом просто забыть выбросить из головы как будто их нет поскольку никакой то не металл никакой то не трэш никакой то не спит никакой это не doom не дэв и и и и и и прочие разновидности металлической музыки это офигенно красивая сложная с огромным юмором на самом деле музыка юмор черный очень такой ну а другого здесь и быть не может в такой штуке черный юмор он во всем он в гитаре гитарных партиях когда начинается какая-то пафосная тема а чеви или даниэл мангрейн играет на гитаре такие а тональные едкие такие аккордики сбивается сбивается метр немножко синкопы такие идут и такие едкие едкие и ироничные злые такие вот аккордики а тональные штуки вообще ощущение такое что черри натуральные аккорды вообще не умеет играть вообще их не знает потому что у него все вот эти но он там и и и и прочие а тональные такие вещи с малыми секундами там везде с какими-то чудесами которые с одной стороны должны бы были бы раздражать но здесь они абсолютно не раздражают потому что прекрасный тембру гитары не навороченный не захимиченные никаких супер химических обработок нет а нормальный такой перегруз ну еще конечно там цепочка обработок будь здоров какая наверное стоит у него потому что чистый хороший такой перегруженный гитарный звук и он практически не меняется меняется несколько раз в одноголосых соло которые он играет в основном на второй стороне где гитара начинает петь просто уже петь чистым таким каким-то скрипичным тоном очень здорово ну а по сути это нечто такое не хочется никаких терминов сюда приспичивать при при пристегивать при при прилаживать приклеивать по сути это абсолютно прогрессивный такой рок но опять таки он прогрессивный формально потому что никакой не прогрессивный я уже говорил про ностальгию все что здесь сыграно на мой взгляд ничего нового здесь нет вообще новым это может показаться для парней которым сейчас по 16 лет и которые только-только начинают слушать рок музыку когда слушаешь ее ну там условно говоря 45 лет понимаешь что все это я уже слышал 28 тысяч раз у king crimson у рожь у массы прогрессивных групп у тех же самых вандер граф генератор кстати говоря вот у барабанщика футболочка обратите внимание вандер граф генератор явно любит эту музыку играют такие же страшные песни как у вандер графа также как у питера хэмела но разница в том что питер хэмелл по-звериному серьезен свое своем творчестве в своей музыке а эти парни играют такие же ужасы только как я уже говорил с юмором этот юмор это не обязательно хихоньки-хахоньки это юмор в гитаре вот в гитарных этих а тональных таких вот ставочках юмор в голосе когда начинается звериный хрип звериный рык такой меняется тембр это это дает такое разнообразие кайфовые такой и и в этом опять-таки такой юмор скрытый черный такой юмор присутствует и я просто представляю как музыканты в студии сидели кайфовали когда записывали этот вокал когда записывались вот эти вот гитарные тональные штуки все улыбались наверняка потому что это кроме улыбки не вызывает ничего как кайфово как к месту как здорово как страшно ну а по сути это все это все невероятно здорово и здорово отчасти тем что все это уже опробовано все это уже со знаком качества похожие вещи играли и king crimson еще шестьдесят девятом семидесятом году и rush на протяжении всей своей карьеры и много много кто еще и к этому мы привыкли уже мы это воспринимаем как привычный такой теплый рок-н-ролльный в широком смысле этого слова в широком смысле этого слова рок-н-ролльный дом в который входишь здесь тебе все знакомо каждый поворот каждая каждая коечка каждый светильничек и ты кайфуешь ты у себя дома на своем любимом месте при этом все дико сложно и повторюсь дико закручена страшно сконструированные песни они не кажутся при этом сконструированными они очень легко идут логично развиваются паранормалиум первая вещь которая начинается с милых сердцу любого меломана любого любителя рок-музыки тяжеленных таких псевдо-блэк-сабботовских аккордов рифов и тут же вступает вот это вот эти а тональные штуки голосовая мелодия идет совершенно в разрез с тем что начиналось и уже следуешь за голосовой линии и понимаешь что дальше будет все не так как ты думал по первым звуком по первым этим рифом тяжелым и правда все развивает совершенно не так эти резкие фразы смеющиеся на тяжелом рифе и вот эти вот мощнейшие уже не 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 ироничные мелкие а мощнейшие тональные аккорды просто кайфово какая-то бесконечная симфония с криками эй-эй-эй там где-то непонятно чего вдруг всего вдруг дальше синхро анархи заглавная песня которая тот тащит таким роком сложным сложным изломанным роком тащит-тащит потом проваливается бас уходит куда-то вниз вообще а голоса улетают двухголосие улетает куда-то в пространство и такое ощущение что просто я не знаю как они как они все это сделали что у них было в головах это чистая научная фантастика такая вселенная что и подтверждает следующая песня планет и торс здесь уже такие мысли у меня были если опять-таки проводить референс и кажется что группа хоквинт помимо тех трех аккордов которые она знает и которыми она пользуется на протяжении всей своей карьеры выучила еще 28 аккордов получилось в консерватории изучила теорию музыки и все чему она научилась она вывалила в одну песню сразу то есть там столько всего там столько всего что я не знаю песня то длится всего это планеты торс пять с половиной минут но например группа ес если бы взяла вот музыкальный материал из планеты торс она бы записала два двойных альбома столько здесь музыкальных тем столько здесь интересных ритмических находок столько здесь кайфов голосовой партии что с насытили бы ее инструментальными развернутыми партиями клавишными гитарными басовыми распевками на два двойных альбома хватило бы одной только планет и торс mind clock следующее полотно симфония продолжается та которая началась на плане титерс а это действительно микро симфония такая но уже добавлен элемент любимого любимого многим трэша уже барабаны пошли вот эти уже такой трешак но все в меру все в меру ничего не не душит не давит трешак это сепультура и там пантера здесь совершенно другая история очень мелодично не менее яростно не менее громко не менее агрессивно чем две вышеупомянутой группы но дико мелодично дико красиво вторая страна мне кстати говоря нравится еще больше вторую сторону я слушал чаще чем первую слез офф полотно бодрая бодрая начало на начало тоже такое усложненное ломаные усложненное а потом раз и начинается прямой абсолютно такой хард-рок почти почти что хард-рок право внизу под этим хард-роком все эти гитарные сложности гитарные сбивки ритмические сбивки ритмические изломанные опять-таки повторюсь конструкции но вокальная тема главная линия прямо такой хард-рок милый сердцу тем кто любит на заряд там deep apple все прям же но это быстро кончается и начинается обычный воевод со своими вот этими заворотами holographic с инкин любимая наверное вещь моя здесь с этого альбома здесь накручена еще больше даже чем в планеты и торс вот здесь как раз гитара меняет тембр хотя на и раньше меня меня он здесь отчетливо она уходит в эти скрипичные тонов красивая соло потом опять все в хрипящий такой с песочком вот этот гитарный тембр перегружены очень круто очень круто это holographic thinking я говорил the world today начало напоминает группу stranglers по бас-гитаре по звенящему тембру бас-гитары бас-гитарный риф такой тяжелый и катящийся вперед прямо stranglers stranglers но не stranglers слава богу потому что вступает опять манера воевод и все начинает выстраиваться из каких-то таких красивых кирпичей или чего-нибудь еще и очень сложно очень прогрессивно очень интересненько и здорово ну и две следующие вещи они уже quest for nothing и memory файл 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 наверное да они являются логическим продолжением всего того что было раньше единственное что вот эта самая последняя вещь на пять с половиной минут она стану что она стоит последний на альбоме потому что когда она заканчивается есть ощущение что будет еще одна песня нет финала нет точки в альбоме конкретно она как-то требует продолжения и некое разочарование наступает потому что ну вот как-то раз и все и пластинка кончилась а мы ждали еще вот этого теплого привычного сложного прогрессивного в кавычках я уже говорил что с моей точки зрения это непрогрессивный рок сейчас я вернусь к тому с чего начал предложение мы ждали продолжение этого кайфа этого теплого рок дома а он раз и все и и и все и приходится пластинку переворачивать ставить ее сначала вот так вот на мой взгляд этот непрогрессивный рок это абсолютно традиционный рок аля king crimson аля ваннеграф генератор но сыграны в 2022 году невероятно просто качественно как это записано все какие мягкие барабаны мягкие не пугайтесь слова мягкие барабаны вовсю молотят установка молотит по полной схеме качает пробивает я говорю о тембрах что все сбалансировано все мягко глубокий бас который иногда звенит иногда уходит в гулки такой круглый вас гитара прекрасный звук все и все вместе так слеплена так так выдержана великолепнейшая запись великолепнейшая комфортная и по-настоящему роковая просто вот советую от души воевод синхро анархия 2022 ну пойду что-нибудь пить наверное пока